Сегодня у меня жареная картошечка с грибами. Грибы я порезала и сюда добавляю почти в готовую картошечку. Потом сюда я еще добавлю чеснок и немножко улука. Я наеблю, когда картошка жарится и улук сразу. Я ее добавляю в конфетки. А сегодня у нас к обеду блины. Хотелось блинов постряпать. Блины я пеку на двух сковородках, на маленьких, чтобы быстрее получилось. Немного времени было потрачено. Теперь будем пить чай. До новых встреч! Сегодня я буду делать быструю ковыришку. Для этого нам понадобится миска, большая чашка. Из продуктов маргарин. Маргарин я уже порезала на маленькие куски. Беру я сейчас маленькую пачку всегда маргарина. Здесь 180 грамм. Стакан кефира. Понадобится также 3 яйца. Стакан сахара. Но сахара я всегда сыплю меньше. Мука макфа. Понадобится 2 стакана. Ну и я добавлять буду корицу. Здесь у меня корица. Приступим. Маргарин будем растапливать в миске. Сюда я его. Здесь он у меня растопится. Когда растопится маргарин, я добавляю сахар, яйцо. Потом добавлю кефир и в конце муку. Ну и сейчас я лист смажу, пока у меня тут все растапливается. До конца маргарин я не стала плавить. Ну вот так размягчился и достаточно. Всыпаю сюда вот этот стакан сахара. У меня здесь меньше. Так же перемешиваю. Сейчас я сюда разобью 2 яйца. И здесь вот я сделала. В корицу я добавила пол чайной ложки соды. Меньше половины, третью часть, наверное, ложечки лимонной кислоты. Вот здесь у меня. Лимонная кислота и корица у меня здесь. Сейчас я это все перемешаю и потом в конце уже буду в тесто добавлять. А сюда я разбиваю сейчас яйцо. Муку добавляю, кефир. Тесто у меня получилось вот такое вот. Не сильно густое, не жидкое. Здесь получилось, наверное, примерно чуть больше 2 стаканов муки. Ну, если будете делать, смотрите, чтобы было оно это. Ну, такое густенькое и жидкое, как на блины. Висты я смазала уже. Сейчас буду заливать. Еще раз перемешаю хорошо. И духовку я включила на 200 градусов, потому что на 150 у меня не пекется. Печка у меня горенева. Поэтому я все время пеку на 200 градусов. В тесто я не стала все выливать. Оставила чуть-чуть. Сделаю маффины еще. У меня еще остались эти бумажные формочки. Попробую сделать. В прошлый раз маффины я делала на молоке. Также было у меня маргарин, яйцо, мука, сахар и молоко. А сейчас попробую на кефире. Для сравнения, какое лучше получится. Также ничего не добавляю. Никакого ни изюма, ни орехов. Ничего, надоело уже. Ягода надоелась. Хочется просто. Без всяких добавок. Только корица. Так, у меня получилось 7 штучек. Тесто я оставила. У меня получилось на 7. Можно было 9 сделать, но пусть так будет. Я понимаю, что на этом листе они расплываются. Но специальную форму покупать опять нужно. Не знаю, буду я это еще потом печь или нет. Ну, такие вот у меня получатся. Какие круглые, какие овальные. Сейчас посмотрим, что испекается. Вот что в итоге получилось. Сейчас маленько постоит. Чуть-чуть приостынет. И я потом порежу на куски. Маффины у меня пекутся. Растеклись. Маффины у меня растеклись, как пироги. Если бы они стояли в круглой форме, они были бы кругленькие. Ну, а тут у меня формы получились разные у них. Ну, ничего. Зато будет вкусненько. Коврижку я дальше продолжу порезать. Буду разрезать. Порежу. И переложу. Все очень горячее. До новых встреч. На этом я с вами не прощаюсь. В следующем видео я, если буду что-то готовить, сюда же добавлю. Буду за несколько дней объединять, потом добавлять. А то будет очень короткое видео. И это будет видео уже только кулинарное. То, что мы постоянно кушаем, постоянно что готовим. Наша повседневная жизнь. Готовлю салат с крабовыми палочками. Здесь у меня яйцо. Зеленый горошек. И фасолька белая. Еще добавлю я немного базилика. Приправки. И добавлю две ложечки, наверное, майонеза. Белую консервированную фасоль я умываю кипяченой водой. Сливаю ее и промываю кипяченой водой. Потом добавляю салат. А базилик придают салату аромат. И нет запаха яйца. На ужин сегодня у нас плотва мелкая, вот такая, жареная. Я буду есть с картошкой и буду есть салат. Приготовила с крабовыми палочками. Опять такой вкусненький салат сделала. Будем кушать. Вот этот соус я попробовала. Мне он очень понравился. Из стебля бамбука. Соус я его буду сейчас кушать с картошкой. И в картошку я добавила масло оливковое. Я его тоже очень люблю. Капельку добавляю кушу. Все видео я буду объединять. Несколько дней подряд. Не буду уже конкретно делать. На каждый день. По моей кулинарии. Так что, заглядывайте, смотрите. Пишите комментарии. До новых встреч. Всем пока.